Более подробно рассмотрим годовое планирование в виде EPSC, он выглядит у нас вот в виде такой схемы, чтобы было лучше видно, рассмотрим по частям. Выполнение каждой функции у нас начинается с выполнения наступления какого-то события. Тут у нас приходят события из процесса формирования технического отчета, из процесса, там событий технический отчет создан, из процесса введения реестра технических карт, то есть созданные ТК, существуют все нормативы, из процесса регистрации наработки, это события, значения наработки пересчитаны фактически, из процесса управления финансовое, это финансовый отчет, бюджет расходов, также события, наступил сам срок годового планирования, то есть по приказу какого-то числа мы должны приступить к началу годового планирования. Также из процесса долгосрочное планирование у нас наступило событие, что разработан долгосрочный план, из процесса анализ дефектов отказов объем работы необходимо включить на следующий год, то есть оттуда тоже шло как бы такое событие, мы должны его учитывать в нашем процессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова